Камеры видеонаблюдения постепенно появляются во всех районах, на всех многоквартирных домах курорта. Таково решение городской антитеррористической комиссии. Только в центральном районе, например, планируют оснастить камерами более 600 домов. Правда, процесс тормозят сами жители. На данный момент уже в управляющих компаниях находится более 40 заявлений об отказе жильцов вписать расходы, связанные с видеонаблюдением. Глава города ставит задачу жителей через местные ТОСы. Нужно убедить, камеры во дворах просто необходимы. На безопасности экономить нельзя ни в коем случае. Нет ни одного муниципального образования Краснодарского края, который сегодня занимается этой проблемой. Люди, в принципе, немножечко, может быть, не понимают о том, что это ради их безопасности. Воровства они будут, то есть выиграют об этом. Потому что мы понимаем, какую помощь они оказывают, в том числе и в раскрываемости. Безопасной должна быть не только городская среда, но и прибрежные территории. Пляжи переполнены. В Сочи отдыхает на 35% больше туристов, чем курорт может принять. Этого ждали еще с 90-х. Но и это накладывает огромную ответственность на арендаторов пляжей. Некоторые из них в погоне за выгодой забывают о безопасности отдыхающих на вверенной им территории. Последний вопиющий случай. 13 августа на пляже в Адлерском районе под винтами катера погибла 60-летняя женщина. В состоянии алкогольного опьянения она заплыла за буйки в технической зоне. Почему никто из спасателей не остановил пьяную туристку еще до того, как она зашла в море и после, когда уплыла на небезопасное от берега расстояние? Глава Сочи выясняет у арендаторов пляжа и спасателей, которых тоже пригласили на планерку. Ваша задача не допускать, чтобы они туда шли пьяные. Если у вас не получается, вы держите, он не дает, вызывайте полицию. Все, законным образом это. Человек нарушает общественный порядок, вы вызываете полицию. Виновные обязательно должны быть привлечены к уголовной ответственности, настаивает мэр. Степень вины каждого определит следствие. Но уже сегодня, уверен Анатолий Пахомов, можно говорить о преступном безразличии, бездействии и халатности всех тех, кто допустил смерть этой женщины. Вы взялись заниматься пляжным делом и должны заниматься его добросовестно. А вы проявили полное равнодушие вместе со своими спасателями. Когда видели, что она пьяная, когда она у вас плавала там, а вы ничего не сделали. При этом администрация неоднократно проводила не только совещания, но и практические занятия, учения со спасателями. Глава Сочи ставит задачу. Арендаторы пляжей должны пристальнее следить за тем, что происходит и на берегу, и в море. В противном случае, в следующем году договоры аренды с ними заключать уже не будут. Еще один вопрос планерного совещания – санитарное состояние и благоустройство. В целом, как отмечают жители и гости курорта, на городских улицах, в парках и скверах чисто. САХ, например, теперь работает в три смены. Что же касается территории мусороперерабатывающего завода, куда свозится мусор с контейнерных площадок для переработки, Анатолий Пахомов ставит срок до конца августа убрать скопившиеся там кучи мусора. Тем более, что возить ТБО из Сочи теперь будут ближе на 200 километров на полигон в Лермонтово. Сейчас уже каждый день с понедельника с превышением завоза, с вывоза над завозом, несколько десятков тонн по графику они вывозят. В завершении планерки мэр еще раз напомнил, что впереди в Сочи фестиваль «Новая волна» и призвал позаботиться о чистоте. И всем вместе выйти на субботник, который наметили на 27 августа. Ольга Десятого, Николай Тихонов, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.